Привет! Сегодня расскажу, что делать и как делать первые шаги после приезда в Соединенные Штаты. Как только вы приедете, оформите все документы, найдете жилье, купите какой-то транспорт, на котором вы сможете передвигаться, вам необходимо несколько вещей, на которых сконцентрировать все свое внимание, все свои усилия. Первое, это, конечно же, чтобы не быть глухонемым, чтобы хотя бы понимать разговорную речь. Не так страшно, как некоторые рисуют этот английский язык, и для упражнения по пониманию английского языка я просто рекомендую регулярно смотреть новостные каналы. Почему новостные? Там говорят чисто, там говорят правильно. Если вы будете смотреть фильмы, спектакли, там очень много жаргона, слейна, и поэтому, если вы что-то выучите, оно будет не совсем правильно. Все усилия приложить к тому, чтобы как-то коммуницировать с людьми, чтобы люди могли вам объяснить что-то, а вы могли понять и сделать. Второе, это задача первостепенной важности, это искать любую, любую работу, на которой вы сможете ежемесячно или раз в две недели получать пейчек, зарплату, чтобы вы могли оплачивать свои билы. Конечно, первое время это трудно, это немножко давит на нервы, вот эта вот неустроенность, но всё это пройдёт. Просто нужно набраться терпения, сконцентрировать всё своё внимание на изучении английского языка, хотя бы вот чисто на бытовом уровне, я не говорю о тех спецах, которые уже приезжают с английским, приезжают с деньгами, им, конечно, проще, хотя и для них хватает подводных камней. Но это отдельная тема. Так вот, учим английский, насколько это возможно, и второе, это ищем работу, на которой вы зарабатывали бы минимум, сейчас у нас в нашем штате 13-15 долларов в час, то есть это достаточно для того, чтобы скромно жить. Я не говорю, что вы будете жить в самом лучшем районе, в самых лучших домах, но всё-таки это хороший выход из ситуации. Значит, третье. Как подработать деньги? Я говорил в предыдущем видео, что можно начинать зарабатывать деньги сразу. Только приехали, и можно что-то делать. Ну, возьмём самые простые вещи, правда, не все способны на это, не каждый может побороть в себе комплексы, я бы их так назвал, это даже не скромность, а это просто комплексы, и, значит, заняться делом. Если у вас есть хотя бы минимальный английский, вы можете неплохо обращаться с компьютером, вы можете изучить все местные магазины секонд-хенда. Особенно в дорогих, богатых районах эти секонд-хенды очень неплохие. И, значит, когда вы поедете туда, если вы хорошо ориентируетесь в различных брендах, названиях, что, как, чего, сколько стоит, всё это можно просмотреть онлайн и проанализировать. В этих секонд-хендах очень много хороших, даже с этикетками вещей, иногда с этикетками попадаются, которые люди сдали, они их не носили, они их просто сдали. Вы можете взять эти вещи и перепродать на, скажем, на Craigslist или там другие какие-то локальные сайты есть, и таким образом зарабатывать деньги. Я знаю, что есть люди, которые сделали это второй своей профессией. Они посещают секонд-хенды, находят какие-то там одёжки, сумочки, галстуки, что-то там такое, что, в общем, для простого обывателя оно вообще ничего не значит. Но есть люди, которым хочется иметь, значит, вот такие дорогие, ценные вещи. Вы их легко купите и перепродадите онлайн. Также можно посещать гараж-сейлы, так называемые, или ярд-сейлы. Люди убирают свои дома, чистят лишнее всё. У американцев нет такого вещизма, вот как у наших советских жителей. У наших очень, у многих вот этот вещизм, он просто в крови. Наверное, потому что были голодные, бедные, поэтому так хочется всем этим владеть. Не знаю, ещё, может, какие-то причины есть. Но, во всяком случае, можно ездить на гараж-сейлы каждую пятницу и субботу на том же крэкслисте или других сайтах, или вы просто садитесь в машину и тупо едете по улицам и смотрите вывески, где гараж-сейл, где ярд-сейл. Заехав на гараж-сейл, вы можете найти, во-первых, вещи первой необходимости, которые нужны для вас. Очень часто люди продают просто в коробках. Вот у меня есть много вещей, которые стоят где-то на полках, в гараже стоят в коробках. Я открыл, посмотрел, закрыл и поставил. Я ими не пользуюсь. Ну, когда-то хотелось мне их приобрести или мне их подарили, или просто кто-то отдал, и оно лежит. Очень часто я это отправляю в гуманитарку, отдаю миссиям, которые отправляют это бедным людям. Поэтому на гараж-сейлах и на ярд-сейлах можно всегда найти очень хорошие, качественные вещи. Я, допустим, первое время, когда я был ещё победнее, я ездил по гараж-сейлам и скупал инструмент. То, что в магазине стоит очень дорого, на гаражке можно купить за доллар, за полтинник, 50 центов я имею в виду, не 50 долларов. То есть, многие вещи, а когда люди узнают, что ты приехал, иммигрант, они иногда просто так тебе нагрузят коробку, бери что хочешь, или за минимальную цену, или вообще бесплатно. Вот эти вещи можно использовать для себя или же продавать, опять же, на онлайн, на крекс-листе или других каких-то сайтах. Значит, третий ресурс, откуда можно брать хорошие вещи, значит, ну, я, конечно, не советовал бы этим особо заниматься, это надо сидеть, время иметь на это, и есть люди, которые очень шустрые, быстрые, они работают как перекупщики, они смотрят на том же крекс-листе, находят что-то, кто-то выбросил дешёвое, и тут же покупают, и тут же выставляют, перепродают дороже, зарабатывают на этом деньги. Это легально, это никто за это не наказывает, и это не является какой-то там спекуляцией или чем-то таким плохим. Каждый человек зарабатывает как может, как умеет, и самое главное, что в этом присутствует минимальный английский. Так вот, третий ресурс, это если у вас есть компьютер, вы сможете выйти на локальные соцсети и посмотреть объявление, значит, estate sales. Estate sales происходит когда? Когда человек, например, уезжает, куда-то уезжает, и вот он как дом был, там всё так и продаёт, или умер хозяин, и всё осталось, и компания продаёт вот это. То есть человек отдаёт компанию, а компания всё это подготавливает, делает рекламу, и это бывает пятница, суббота, воскресенье, и на estate sales продают всё, и дешёвое, и дорогое. Там коллекционеры приобретают какие-то ценные монеты, ценные картины, ценные какие-то вещи. Вот, люди, кто... Да, ещё там можно купить оружие. Я вот, например, из estate sales купил российскую, русскую винтов, ружьё, извиняюсь, ружьё Байкал, двухстволка такая охотничья. Я купил её за, абсолютно за копейки, вот, потому что они распродавали всё, как это самое. И это легально. Люди, которые попроще, которые ищут, чтобы купить себе что-то или перепродать, значит, они специализируются на каких-то определённых вещах. Я разговаривал с людьми, которые знают этот предмет, так сказать, поближе, они мне рассказывали, что кто-то специализируется на обуви, они скупают хорошую, дорогую обувь и продают, перепродают её уже немножко дороже, навариваются. Кто-то скупает посуду, там очень много, особенно у старых американцев, которые там умерли, или там уже они болеют, и выставили их, дети их забрали, а весь дом с вещами продают. Очень часто там фарфор, хрусталь, там какие-то вещи. В общем, кто-то специализируется на посуде, кто-то на мебели, кто-то на бытовой технике, там, допустим, или этой стиралки, сушилки, там холодильники, есть строчок, загрузил, там, и, значит, они тут же перепродают. Я буквально вот не так давно у меня испортилась сушилка в одном из моих домов. Там старые сушилки стояли, эти стиралки. Для того, чтобы не покупать новую, и чтобы она соответствовала той марке, тому времени, тому стилю, я пошёл на Крэкслист, нашёл мужика, который именно этим занимается. Он имеет хороший сорс, откуда он достаёт это всё, где он это покупает. И когда я зашёл в стороч, в склад, я увидел там десятки холодильников, десятки стиралок, сушилок, и я за 120 долларов купил шикарную сушилку, которую завёз, поставил, и она работает, все довольны. И я доволен, потому что очень дёшево купил. То есть, это одно из самых простых направлений, в котором вам надо минимум английского, и вы немножко, как говорится, пошустрить, поработать, посоображать, и можно зарабатывать какие-то деньги. У меня есть знакомый пенсионер, он уже, наш русский, парень с Украины, так он зарабатывает легко, зарабатывает где-то тысячу долларов, в дополнение к своей хорошей, большой пенсии, просто так вот, без всякого напряжения. В субботу, пятницу поехал, посмотрел, купил, тем более на веб-сайтах часто выставляют фотографии, что будет продаваться, люди уже знают заранее, и таким образом, они могут заработать несколько тысяч долларов, если они будут усердствовать в этом. Насчет налогов можете не беспокоиться, особенно первое время, когда у вас заработок идет там до 15 тысяч, или там до 17 тысяч долларов, смотря в каком штате, там вообще об этом переживать не надо. никто с вас шкуру спускать не будет, потому что налоги, они высчитываются от количества денег заработанных, и там учитывается количество людей в семье, если у вас маленькие дети, то тем более вам еще, может быть, государство будет доплачивать, поэтому об этом абсолютно переживать не нужно. Ну вот, я рассказал вам за это короткое время о трех ресурсах, откуда и как можно зарабатывать самые простые первые вещи, плюс обеспечить себя дешевыми, дешево купленными, дорогими вещами. Ну все, дальше подумаем, расскажем что-нибудь больше. Сейчас всем хорошего здоровья, настроения, берегите себя. Гарб Блащевал. Пока.